Всем привет ребята давно у меня не было видоса с рыбалки так как ремонтирую своего дублика фиата ищу запчасти мотаюсь по автосервисам короче ищу интернет магазины запчастями где подешевле и у меня кстати случился очень интересный и приятный случай искал я интернет магазины запчастями где подешевле оказалось что интернет магазин нашел меня сам оказалось это интернет магазин моего подписчика который давно смотрит мой канал увидел мой видос что я купил себе машинку и ремонтирую ее в данный момент ну и позвонил мне и сказал саня ты там говорил что тебе амортизаторы задние нужны я говорю ну да нужны хочешь я тебе так их подгоню я говорю давай ну короче подогнал мне амортизаторы мы встретились с ним пообщались поговорили оказалось парень этот из смоленска ну вы это и сами поняли раз мы встретились поговорили интернет магазин его находится на твардовского 20 зовут парня андрей он рыбак тоже как и я и как ни странно в его интернет магазине оказались самые дешевые запчасти для моей машины но это не важно заказал я у него еще перегородку вот здесь вот сзади сидений которая стоит а то видите у меня сейчас флаг здесь российский это не тема когда наступит холода я целиком такую бочку не протоплю поэтому нужна перегородка короче заказал у него перегородку у нас в россии эти перегородки почему-то нигде не найти на украине полно там вот данная машина фиат добла очень распространенная а у нас вот в городе на пальцах можно сосчитать сколько этих дубликов ездит поэтому в россии нашлось всего лишь две перегородки для этой машины заказал поменял себе лобовое стекло перепрошил блок управления короче задолбался я с этой машиной и это ребята еще не все ну ладно это я отвлекся кому интересно буду уже спрашивать как там машина делается не делается вот заранее ответил ну а сейчас что я буду делать сейчас я с утречка пораньше пока закрыт автосервис собрался на наше смоленское тэц половить на пике что я поймаю я не знаю просто посижу покидаю авось что-нибудь доклюнет так что ребята встретимся на водоеме кстати телефон и ссылочку на интернет магазин андрея оставлю под этим видео надо же мне его как-то отблагодарить за амортизаторы так ребята добрался я до нашего смоленского тэц 2 нашел местечко где собираюсь ловить местечко я как нашел там где народа нет не хочу сидеть среди толпы не знаю будет здесь у нас чего-нибудь клевать или нет собрал вот свой фидер пикер black hole гипноз 360 длиной до 60 грамм тестом закинул на гороховую мастырку будем ждать что у нас из этого выйдет может быть повезет кто-нибудь даже клевать будет хотя надежда не так много так ребята дождались поклевочку один раз кто-то дыбнул и все что ли уклейки балуются принципе там куда я закидываю глубина метра три с половиной ну клейка она везде суще один раз дыбнула я думал все а там оказывается повисла у нас плотвичка вот такая вот ну плотвичек мы сегодня вот этих мелких брать не будем пусть бежит кто-то дыбает но дыбает очень слабо это не наша рыба это сейчас кто-то у нас объезд мастырку и мы никого не поймаем кто-то мелкий и очень гадкий надо попробовать на червячка закинуть может подлещик какой нормальный клюнет а это кто-то тут не серьезный да уже объели наверно кто-то тащится ребята кто-то висит опять плотвичка да опять плотвичка ну наверное аквариум может стоит создать раз дыбают потихоньку даже ловится мне они не надо вон там рядом дедушки сидят ловят такую же плотвичку скорее всего отдам им потом после рыбалки только закинул опять кто-то пытается клевать опять так же нудно и тихо радует только одно что это не уклейки уклейки сейчас бы весь мозг вынесли только закинешь дыб 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 все объели никого нет оставить специально маленький крючочек на уклейку как-то не хочется я надеюсь что подлещик клюнет хорошенький ну может и не клюнуть кто-то опять еле дыбает что-то мне это все не нравится вообще это ребята не рыбалка в черте города это чисто приехать убить время подышать свежим воздухом отдохнуть от работы ну это тем кто работает а таким бездельником как я которые на рыбалку ходят через день иногда каждый день а если три дня не ходят то это уже что-то случилось таким как я и такая рыбалка неинтересна но дома сидеть тоже не хочется володя спиннингист завтра мылится ехать на псковщину с ночевкой я тоже хочу щучек половить но у меня машина недоделанная если мне сегодня егр заглушат то я тоже завтра поеду с ними а если что-то сегодня пойдет не так то я завтра никуда не еду ну а сегодня так балуемся здесь плотвичками ну все дыбс дыбс и больше ничего рыбалка называется не сидит не сидит минут двадцать ничего не клевало и вот что-то у нас пытается вроде что-то есть и вроде даже блин сошло что-ли да ну нафиг не что-то есть плотвичка нормальная такая качественная ребята такая ничегошная плотвичка мы таких даже уважаем что я никак поймать не могу иди сюда сейчас кто-нибудь в комментариях напишут вот на берегу срач приятно в таком говне сидеть нет ребята я сейчас брошусь убирать все за всеми кто эти комментарии пишет я понятия не имею у нас на любом озере все берега вокруг засранные никто это убирать не собирается в аквариум опа так 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 Давай, 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 опачки! Кто-то есть, кто-то есть, плотвичка, наверно, или подлещик. Так, на этот раз у нас плотвичка, блохастая, у черных точках. Вот я не знаю, кто в ней такой живет, болезнь у них, наверное, какая-то у этих плотвичек. Видите, черные точки. Кто-то мне писал, это перед нерестом. Да не, это клещ какой-то, наверное. Короче, блохастая. Ну, фиг с ней, пусть в аквариуме сидит. Что-то перестало у меня клевать на мастырку. Решил я одеть вот такую вот вкусняшку навозных червячков. Ну, вот чем я не люблю ловить на червяка на пике. Вот видите сейчас, поводочек без узелков, грузик бегает, скользящий. Сейчас пару забросов, на поводке появятся узелки. Грузик там узелком тоже завяжется. Черевики крутят. Ну, ладно, попробую. Прошло, ребята, 10 минут. На червяка стоит мертво. Никому червяк не надо. Зато я нашел очень интересную табличку. Сейчас я вам покажу. Вот такая у нас тут стоит табличка, запрещающий знак. И простреленный из ружья. А с той стороны озера стоит другая табличка, на которой написано «Рыбная ловля запрещена». И рядом под этой табличкой обычно сидят человек 50, а бывает и 100 рыбаков. Вот такие его дела. Кто-то пытается клевать. Снял я червяка, одел опять мастырку. Если бы вы, ребята, знали, как мне неудобно называть мастырку мастыркой. Я с детства ее привык называть мандулой. И у нас в Смоленске и в Смоленской области гороховую мастырку все называют мандулой. Но еще 4 года назад я снял видос, как сделать мандулу за 15 минут. Видос начал набирать просмотры. И тут мне пришло нарушение. То есть в моем видео содержится нецензурная лексика и все дела. Пришлось написать другое название. Но с другим названием видос уже перестал набирать просмотры. Так висит себе потихонечку. Смотрят его 10 человек в месяц. И все. Хотя мандула это официальное название во всех магазинах. И не только гороховой мастырки, а и спиннинговых приманок. Ну многие из вас знают каких. Я вот удивляюсь, как на ютубе существуют такие каналы, как плюс 100-500. Там ведь мат на мате. И ничего. Миллионы подписчиков, миллионы просмотров. И никто этот канал не закрывает. Никаких нарушений, наверное, им никто не пишет. А тут матом ругнись. И даже матом не ругаясь. Раз какое-нибудь нарушение приходит. Недавно вставил в видосик музыку с ютуба, с библиотеки. Музыка написана без авторских прав, без ничего. Думаю, дай вставлю. Это когда мы с дедом карасей в раю ловили. Вставил. Нашлись авторские права через два дня. Всё. Монетизацию на том видосе отключили. Тут даже пёрнуть страшно в видосе. Чтоб какое-нибудь нарушение не пришло. Ну что, два раза дыбнул. Всё. Вынимаем. Ничего там не висит. Не, ничего там не висит. Съели хоть? Ну, вроде как съели. Ладно тогда, ещё раз закинем. Кто-то пытается. Ну, пытается очень-очень тихо. Ну, всё как обычно. Ну, давай-давай-давай. Потяни получше. Вкусненькая мандула. Засасывай. Не, наверное, мелочь. Сейчас по-тихому обсосёт и всё. Блин, ребята, как мне надоело ждать конца нерестового запрета. Осталось-то тут уже девять дней осталось. Ну, это просто мучение. Народ вон ходит и на Днепр, и на СОЖ со спиннингами. Кричат, что нам пофигу запрет. Подумаешь. Ну, все герои, естественно, пока рыбнадзор не подойдёт. Так, ребята, время уже девять часов. Клевать у меня уже давно перестало. Думаю, нет смысла дальше вымучивать здесь кого-то. Поймал я сегодня всего четыре платвички. Три вон в аквариуме. Одну сразу отпустил. Хотел отдать дедушке их. Ну, а что тут их три штуки? Отпущу их, пусть плывут. Хотя платвички съедобные. Всё, вон, побежали. Довольные. Поеду домой. Всем удачи. Пока. Пока.